Они прошли через самое страшное испытание – войну. Они – герои, которым мы обязаны жизнью. Гордость за их подвиг всегда будет жить в наших сердцах и в памяти будущих поколений. Во Дворце культуры Металлургов состоялся бал победителей, в котором приняли участие около 200 ветеранов города. Духовой оркестр, песни, посвященные победе, цветы, слова признательности – это дань уважения тем, кто 70 лет назад освободил наш город от врага. Рады, что мы всегда встречаемся с друзьями, тех, которые нет, мы всегда вспоминаем и говорим о них очень тёплые слова. А сейчас, в настоящее время, мы собрались, здесь ветераны войны и труда в Голосовом Дворце, тоже, я думаю, отметим, как надо этот наш праздник, который мы его любим, уважаем, ценим. Вот и стараемся сделать, чтобы он был каждым годом всё краше, массовее, интереснее. От имени многотысячного коллектива комбината «Запорожсталь» и от генерального директора Ростислава Шурмы 20 ветеранам вручили памятные часы. Комбинат «Запорожсталь» благодаря этим людям на сегодняшний день работает, живёт, трудится, делает свои определённые трудовые рекорды ставит, подвиги, поднимает производственную программу. Главное, чтобы об этих людях никогда никто не забывал. Если помнишь человека, он жив. Вот сегодняшний праздник в память о тех людях, в память о сегодняшних живущих здесь, живущих на сегодняшний день. Это мы отдаём дань за то, что они сделали для нас. Ветеранов поздравили с праздником представители областной и городской власти, поблагодарили героев-освободителей за мирное небо над головой и вручили им медали к 70-летию освобождения Запорожья. Это те люди, которые не жалели своей жизни ради благополучия других. И мы, молодое поколение, и подрастающая молодёжь, должны об этом помнить всегда. Я хочу всем пожелать крепкого здоровья, благополучия, достатка, и пусть Бог хранит ветеранов и их семьи. Они прошли тяжёлые военные годы, они освобождали город, они строили город, восстанавливали из руин в послевоенные годы. Они делали, развивали промышленность, они делали всё, чтобы мы сейчас жили достойно, жили счастливо и жили в мирное время, под мирным небом. Могли реализовать все свои возможности. Поэтому особые слава благодарности им, им бодрости духа, здоровья, удачи, счастья и, конечно, жить под мирным небом. С праздником, с Днём освобождения города Запорожья. Своими номерами поздравили присутствующих с праздником танцевальные и вокальные коллективы ДК «Металлургов». Особым подарком для ветеранов стало выступление поющей эскадрильи. Старые, но не забытые песни пел весь зал. На праздники ветераны вспомнили годы своей молодости. На их лицах сияли улыбки. И как когда-то в минуты фронтового затишья приглашали на вальс боевых подруг. Хорошее настроение было спутником всех участников бала. В таком возрасте, как мы, пообщаться, встретиться со всеми, это очень и очень хорошо. И очень похвально. И спасибо городу и заводу, комбинату нашему, правительству нашему, за организацию. То, что это необходимость, это явно. Для того, чтобы нам поддержать традиции и воспитывать молодежь в этом духе. Это очень важно. Продолжение следует...